Привет! Меня зовут Кира Деревцова, я руководитель по развитию новых медиа Читару. И сегодня у нас необычный выпуск проекта Редколлегия. Мы приехали на участок на улице Проезжий. На него жалуются наши читатели, говоря о том, что здесь есть некие проблемы с озеленением. Но, в принципе, их видно за моей спиной. И это лишь малая часть того, с чем читинцам приходится сталкиваться. Помимо зарослей, которые мы все наблюдаем этим летом, у нас есть проблема с тополями. Она есть уже очень давно и пока по-прежнему не решилась. И вот про это мне бы хотелось в этом коротком ролике поговорить, потому что недавно я написала на Читару колонку про, собственно, вырубку деревьев под строительство каких-то соцобъектов, под строительство новых микрорайонов, чем вызвало очень много негатива со стороны наших читателей. Это вообще-то несложно вызвать негатив со стороны наших читателей, но здесь было действительно очень много комментариев. И это видео мы записываем не для того, чтобы я оправдалась, а для того, чтобы я на примере объяснила свою позицию. Мы сейчас находимся в месте, где абсолютно никто не занимается решением проблемы с озеленением. У города нет на это денег, не хватает на это денег. У нас очень мало подрядчиков, которые готовы этим заниматься. Сами люди в нашем городе тоже не готовы выходить и косить траву. И в этом мы наблюдаем каждый день. И мне кажется, что на фоне строительства новых микрорайонов, строительства детских больниц, это как будто бы более глобальная проблема, потому что она не решается годами. Если мы хотим стать современным, классным городом, в котором есть удобные микрорайоны, в котором хватает больниц, в котором хватает детских садов, нам действительно придется смириться с реальностью, что деревья под это какие-то будут вырубаться. То есть, да, конечно, жалко, но у нас вокруг довольно много зелени вокруг города. А разбираться нужно вот с этим. Разбираться нужно с тем, что деревья мешают людям. И я не говорю про пух, я говорю в целом, что они переходят корнями в тротуары, зарастает все огромной травой, что-то валится. Когда дует ветер, люди гибнут из-за того, что сухие деревья на них падают. Вот с этим нам нужно бороться, а не с тем, чтобы спасать 4 сосны, благодаря вырубке которых появится, например, детская школа спортивная. Для этого ролика мы решили собрать комментарии к нашим статьям, которые выходили в последнее время. На самом деле, нам и самим было интересно посмотреть, как люди реагируют и что они пишут по теме озеленения. И мы поняли, что в этих комментариях очень много эмоций и очень мало понимания того, что действительно происходит в городе. Они очень разные. Кого-то не устраивает пух от тополей и они все это несут как основную проблему по озеленению. Кого-то не устраивают деревья, которые заглядывают на приезжие части. Кому-то не нравится трава. И в это во все вклиниваются какие-то другие «мне не нравится», которые не имеют отношения к общей проблеме озеленения. Мы предлагаем вам вместе с нами посмотреть на эти комментарии, посмотреть насколько они разные, насколько они порой странные. И напишите под этим видео свое мнение, как вам кажется, есть ли у нас какой-то общий взгляд у всех на это или может быть его пора сформировать. Авторы комментариев часто просто пишут о болевшем, уходя от темы обсуждения. Отвратительно. Да, сносить старые дома, убирать свалки. А не губите без того малочисленные деревья. В комментариях много обсуждают и два самых распространенных растения-читы. Это ильмы и тополи. Тут среди читателей тоже не все так однозначно. Зачем высаживать сорное растение ильма? Ужасное растение. Такое же токсичное, как полынь. Прекрасное растение. Отлично растет в нашем климате и экологии. Чем он вообще не угодить может? Тополь-сорняк среди деревьев. Да спилите вы уже эти тополя, пережиток прошлого. Никакого толка от них нет. Научно доказано, что аллергии на тополиный пух не бывает. Что за дремучий безграмотный народ? Еще бабки говорят, что тополь-вампир. А я терпеть не могу яблони, которые воняют и паутины обрастают. То ли красота и польза от ильм и тополей. Вместо вырубки кустарников на заросших тротуарах, которые мешают ходить горожанам, некоторые читатели предлагают пойти от обратного. Просто избавиться пешеходам от лишнего веса. Из-за ильмов уже пройти сложно. Все заросло. На проезжей трава и ильмы завоевывают тротуар. Прямо можно фильм снимать про начало-конца. А вы похудеете нормально и нормально будете ходить. Недостаточная информированность горожан в этой теме приводит к тому, что мнения авторов комментариев часто противоречат друг другу. Так вот, кустарники и деревья вдоль дорог – это смерти детей и пожилых. Они внезапно появляются перед автомашинами из зарослей и их просто давят. Вдоль дорог в городе вообще никаких насаждений быть не должно. Кустарники вдоль дорог не спасут положение. Надо деревья высаживать. Летом невозможно стало ходить. Тени совсем нет на многих улицах. В комментариях к статьям, где доцент кафедры биологии и химии рассказывает о растениях, подходящих для читы и борьбе с вредителями, читатели ставят под сомнение мнение самого эксперта. Да, на большую ума у этого биолога не хватает. Все выкосить, вырубить и сидеть в пыли из-за газованности. Иногда баталии среди читателей доходят до крайности, где оппоненту предлагают просто сменить место жительства. Слушайте, а может вам в Чернобыль перебраться? Там людей нет, но зато все дома заросли деревьями и кустами. По-моему, вам там понравится. Авторы некоторых комментариев критиковали и самих жителей за их популизм и нежелание принять активное участие в благоустройстве территории. Возмущаются, что ильмы разрослись, что некому обрезать. А если люди сами захотят обрезать, сразу кто-то заснимет, напишет жалобу и выложит в сеть. А сами только сидеть и повозмущаться. Среди читателей были и те, кто соглашался с неотвратимостью изменений. Ничего. Во все времена так было, что была кучка людей, выступающие против любых изменений. Противники электричества, радио, машин, компьютеров, интернета. Но старые тополя сами упадут рано или поздно и посадят новые, и построят новые дома. Мне кажется, отчасти, что вклад вот в такое отношение к озеленению и в объединение всех проблем с озеленением в одну. То есть у нас сейчас люди борются просто за каждое дерево, за старый тополь, за маленькую сосну, за большую сосну. В этот вклад сделали отчасти и мы. Мы весь прошлый год и позапрошлый год активно привлекали внимание горожан к проблеме озеленения, внимание властей. И нам удалось это сделать. Появился совет по озеленению. Все готовы решать эти проблемы. Но у этого есть свои последствия. То есть мы сейчас действительно встали в некую позу, простите за сленг, и пытаемся спасти каждое дерево, не очень разбираясь, что происходит. Но это всегда очень большой объем негатива в сторону городских властей, в сторону строителей и теперь уже в сторону меня, которая вдруг оказалась по другую сторону баррикад. И разность этих комментариев и их эмоциональный накал показывают, что мы не достигли какой-то консолидации в этом во всем. И как будто бы нам уже пора это сделать. И как будто бы нам всем уже пора разделить для себя проблему с озеленением на несколько частей. И для меня, лично для меня, я ни к чему не призываю, проблема с озеленением заключается вот в этом. И в отсутствии хорошей высадки деревьев по городу. Что думаете вы? Готовы ли вы немножко изменить взгляд на это? Потому что я в себе эту готовность обнаружила, хотя в 22 году просто следила соколиным глазом за каждым топорем в городе. Под этим видео можете заодно рассказать нам, где вот такая же красивая картина по городу. Мы это все соберем прекрасную карту огромных зарослей и, может быть, попробуем что-то с этим сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова